Чего только люди не придумают, чтобы заняться. Вот там, посмотрите, как красиво строит машина. Очень аккуратно. Супер. Ой, смотрите, какая декорация тут на витрине. Ну, просто чисто Сальвадор Дали. Обожаю я такие вещи, как текучесть время у Сальвадор Дали. Особенно чётко это показано. Ну и, конечно же, кто-то чудесным образом использовал это для декорирования своей витрины. Привет-привет, друзья мои! Здравствуйте всем! Кто ещё меня не забыл? И кто ещё ждёт мои новые видео? Вот снова с вами я. Сегодня у нас суббота, 28 сентября 2024 года. И я вернулась снова в Англию после своего путешествия. И об этом сегодня я и хочу вам рассказать. Ну, вы представляете, вы слышите, какой у меня голос, друзья? Я простыла снова необычайно сильно. У меня сильнейший бронхит. Ну, наверное, даже, знаете, может быть, что это и новый какой-то вид ковида. Именно заболела я две недели назад на Канарах, там, где я отдыхала. Но не будем о грустном. Я уже практически здорова. Вот только голос немножко ещё у меня садится иногда. Но, тем не менее, я постараюсь для вас, друзья, это видео всё-таки сделать. Я сегодня вам собираюсь очень много рассказать и много показать, как обычно. Я хочу вам рассказать, почему я на Канары ездила одна. Да, а я ездила одна, действительно. И хочу вам рассказать поподробнее, почему я не могу выйти замуж за моего друга, с которым мы уже вместе больше года, с которым мы очень дружны. Ну, вот замуж за него выйти, к сожалению, наверное, для меня я не могу. И я вам об этом поподробнее в этом видео расскажу. Но и не только. Ещё я вам расскажу, в каких именно городах я была на Гран-Канарии. Покажу вам свои апартаменты в центре города Лас-Пальмас. Покажу вам самый южный город острова Гран-Канария. Это город Мас-Паломас. И расскажу вам, почему я там не остановилась. А также расскажу вам, с кем я жила в апартаментах. Сколько здесь русскоязычных людей встречается повсюду. В общем, вы знаете. А, расскажу ещё вам и покажу свои обновки, которые я купила. Как обычно в путешествиях я немножко себя радую. Ну, в общем, друзья, много чего вам сегодня расскажу. Сегодня у меня будет на удивление длинное видео. Поэтому усаживайтесь поудобнее и давайте начнём. Чем хорош всё-таки YouTube и чем замечательно видео, что я из дождливой и холодной Англии моментально с вами вместе перенеслась вот на остров Гран-Канария, город Мас-Паломас во всей красе. Хотела вам, конечно, я бы с удовольствием дать послушать вот эту зажигательную испанскую музыку, фламенко, что они там ещё танцуют. Но, к сожалению, это невозможность. Использовать чужой контент нельзя в видео. И музыку тоже нельзя. Ну, не расстраивайтесь, друзья. Ту красоту, которую я вам покажу здесь, в город Мас-Паломас, это, в общем-то, знаете, Posh Place, как называют англичане, или Luxury. Вот посмотрите, пятизвёздочные отели здесь вокруг, сплошь и рядом. Ну, и я, конечно же, вас обязательно свожу вот в этот пятизвёздочный отель. Хотя, конечно, жить там очень-очень дорого. Но давайте мы посмотрим, какая всё-таки здесь красота и какая атмосфера. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Надеюсь, что вам понравилось. Так, знаете, быстренько-быстренько я вам показала этот огромный отель. А теперь я вам немножко о нём и расскажу. Этот отель один из многих пятизвёздочных отелей Мас-Паломаса. В основном здесь отели пятизвёздочные, друзья. Делать без денег тут нечего. Ну, и вот я прошла на территорию этого отеля, просто попросила охранника, что я хочу узнать, как забронировать номер. Ну, нашла, что сказать, и он меня, конечно же, пропустил. Хотя вот так просто на территорию этого отеля не попадёшь. Так вот, цена номера обычного двухместного в этом отеле составляет 200 евро в сутки, друзья. И как вы могли заметить, людей здесь очень-очень много. И когда я на ресепшене спросила, могу ли я здесь забронировать, забукировать на будущее, может быть, подумала, если вдруг мой друг приедет, мне сказали, что номера все заняты, и что если вы хотите, вы должны онлайн заранее всё заказывать и букировать. И вот этот город Мас-Паломас на острове Гран-Канария, он напомнил мне, знаете, город Лас-Америкас на острове Тенариф, также на Канарских островах. Если кто не видел, вам видео вверху всплывёт. Мы там отдыхали в отеле Клеопатра, то ли пяти, то ли четырёхзвёздочный, уже сейчас толком я и не помню. Ну и что хочу сказать, что город Мас-Паломас, ну из-за того, что он расположен на юге острова, в нём всегда очень хорошая температура. Я имею в виду, что достаточно жарко и всегда чистое небо. Вы можете обратить внимание, когда я здесь именно в этом городе Мас-Паломас гуляю с вами, небо удивительно чистое, никаких облаков, и температура была плюс тридцать два. Я ещё удивилась, потому что, когда я в Лас-Пальмос остановилась на севере острова Гран-Канария, о чём я вам попозже расскажу и дальше покажу, то там была температура плюс двадцать пять. Это было с четвёртого сентября, я отдыхала по восемнадцатого сентября, две недели. Плюс двадцать пять, плюс двадцать семь, не выше. А когда я приехала вот в Мас-Паломас, я сразу почувствовала, что здесь очень жарко. Ну и мне сказали, что да, действительно, вот так вот разительно температура отличается, хотя остров не такой и большой. Я вам сейчас поподробнее расскажу, почему именно я приехала в этот город Мас-Паломас. Ну и пока я жду свой кофе, хочу вам всё-таки рассказать, пока не забыла. Вот смотрите, да, что у нас происходит. Лас-Пальмас – это столица острова Гран-Канария. Самый большой город в этой архипелаге Канарских островов. Там всё достаточно цивильно и не очень дорого, скажем так. Вот я свою эту квартирку маленькую сняла за двести евро за пять дней. Вот так. Ну и я решила, так как здесь чудесная хорошая погода, ну и потом я уже была много раз, думаю, осменю-ка я место и поеду-ка я на самый-самый юг острова Гран-Канария. Поеду я в этот город Мас-Паломас. Приехала это я час отсюда по Лас-Пальмас, потому что это Лас-Пальмас находится на северо-востоке, а это находится ровно на юге острова Гран-Канария. Вот этот Мас-Паломас. Что вы думаете? Место только для богатых. Ничего особенного здесь нет. Никаких красивых парков или каких-то, знаете, старинных улочек. Вот что-то такое. Нет, это практически новый город, который здесь среди лавы только-только начал строиться. Ну, как только-только. Как мне сказали, самые старые постройки здесь порядка 70-80 лет. Может быть, конечно, я что-то путаю, но вот как-то вот такая информация у меня. Так вот, что я хочу сказать. Те, кто не был, здесь приехать, посмотреть на один день, как я, взяв автобус или на своей машине тоже, возможно, вполне. Вот. И больше здесь делать нечего, потому что цены просто заоблачные. Вот, видите, я вышла на пляж. А пляжа-то нет. Здесь только зона прибрежная, набережная, так скажем, да. И вот еще, посмотрите, как красиво здесь строят. И чем-то побрызгали таким белым песок. Может быть, еще какие-то склеивающие вещества, потому что вот эти вот елочки или это такие пирамидки из камней, не знаю, смотрятся супер. И вот, смотрите, я дошла с вами, чтобы показать маяк Мас-Паломас. Самый-самый южный мыс острова Гран-Канария, Канарских островов. Здесь у подножья маяка опять очередной шопинг-центр, видите. Кафешки, рестораны. Какие-то скульптуры непонятные, вот эти вот. Ну, нравится ли вам? Мне нет. Не нравится. Вот маяк во всей красе. Поближе я подошла. Не знаю, на вид метров 50-60, может быть. Ну, и удивительным образом я абсолютно не ошиблась в высоте маяка, потому что, когда я открыла справочку в Википедии, то написано маяк этот высотой 56 метров, который был открыт в 1895 году и который считается самым большим маяком на островах группы Гран-Канарии. Вот он пляж, смотрите, камни. А вдалеке вот там вот песчаные дюны, барханы знаменитые. Приезжают все, чтобы посмотреть на них и, может быть, даже покататься на верблюдах. Ну, вот. Там дальше, видите, да, за этими флагами знаменитые дюны и пески Мас-Паломас, которые везде рекламируются и рассказывается о них очень много всякого. Вот они вот так выглядят. Ну, вот так или иначе, мы с вами это увидели. Я вам показала. И вот то, что я вам говорила раньше. Все кругом закрытые территории, огромных отелей дорогих. Как говорится, кому понравилось, добро пожаловать. А я лишь только что могу сказать, такую дикую жару лучше пережидать где-то в тенечке. Невозможно жарко. Так вот, как говорится, резюмируя мою поездку в Мас-Паломас, я хочу сказать, что, во-первых, очень дорого. И во-вторых, в сентябре месяце здесь для меня, например, очень жарко. 30-32 градуса невозможно. Ну, и потом мне не понравилось, что пляж городской такой маленький, очень, знаете, неуютный какой-то. А в основном все там занято пятизвездочными отелями, на которые нужно еще, знаете, денежки заработать. 200 евро как минимум в сутки. Это все-таки очень много. Поэтому я благополучно вернулась в Ас-Вояси. Я вернулась опять в город Лас-Пальмас, в котором я уже четвертый раз, по-моему, отдыхаю. Только уже теперь апартаменты у меня в самом-самом центре. И давайте мы посмотрим. Показываю вам свои апартаменты. Я только приехала. Это уже вторые я сняла апартаменты. Сейчас вам все покажу. Смотрите, вот это вот холл небольшой. А это входная дверь. И вот, вуаля. Номер один. Моя комната. Сейчас показываю вам. Смотрите. Какая огромная. Я еще не располагалась. Чтобы вам показать, как говорится, как она здесь есть. Смотрите. Прекрасная кровать двухспальная. Тумбочка. Большой хороший шкаф. Два стула. Но здесь, смотрите, столик небольшой. Но он, скорее всего, наверное, для компьютера. Так, вот. Вид у меня из окна. Это четвертый этаж. Ну вот. Комната, да? Смотрите. Комната просто великолепная. Вы знаете, мне очень-очень нравится. Конечно, сразу два небольших таких момента. Обратите внимание, нет кондиционера. И обратите внимание, нет зеркала. Ну вот там какие-то зеркала у кровати есть. Малюсенькие. Но больше нет. Ну, как бы ладно. Это все терпимо. Показываю вам дальше, друзья. Смотрите. Что здесь есть в распоряжении гостей. Всего пять номеров. Вот я вышла. И показываю вам вот это вот такая вот небольшая. Типа гостиной, да? Можете посидеть отдохнуть. Вот как молодой человек тут сидит. Пообедать целой компанией. И можете почитать здесь что-то очень красивая стенка. Но это, наверное... Это реально книжка или это только для декорации? Я говорю по-русски тоже. По-русски? Да. А, супер! Ну вот, вы услышали, друзья. Вот этот вот парнишка, которого звали Изик. Или Израиль, как я потом поняла, полное имя его. Он, как вы понимаете, из Израиля. И он прекрасно разговаривает по-русски. И вот такое вот было для меня, во-первых, неожиданное знакомство. Я еще потом подумала, как хорошо, что я еще более-менее нормально там вам озвучивала, когда видео рассказывала, ничего такого крамольного и не сказала. Потому что бывает, знаете, очень часто люди, привыкнув к тому, что никто не знает их языка, болтают, что попало, не обращая внимания на окружающих. И бывает, что попадают иногда в такие ситуации смешные. Ну вот, я что хочу вам сказать, что очень часто я встречаю русскоговорящих. Как вы понимаете, Израиль, он не русский, он еврей. Но вот, говорит прекрасно по-русски. Он сказал, что его родители уехали еще в 90-х годах. Они живут в Телавиве. Он постоянно мотается. Он сказал, что он уже теперь человек мира. В Телавив возвращается очень редко. А вот все лето он будет жить здесь. И он до этого был еще в Канаде. Он был в Австралии. И еще во многих городах. Потому что его работа связана с какими-то компьютерными разработками. Ну а когда он у меня спросил, зачем я снимаю на видео эти апартаменты, я ему рассказала, что я блогер, и что, в общем-то, у меня уже за 5 лет моего блогерства почти 100 тысяч подписчиков. Ну и еще больше он удивился, когда я ему сказала, сколько мне лет. Он просто был в шоке и не поверил. А мне было приятно. И еще раз я для себя выяснила то, что здесь, в Европе, эйджизма вообще нет. Хочу расшифровать для тех, кто не знает, что такое слово эйджизм. Это от английского слова age, возраст. Вот такое вот понятие эйджизм. Это значит то, что люди некоторые обращают внимание на возраст других людей. И в Европе это считается дурным тоном давным-давно. И вообще как-то, вы знаете, возраст, он здесь не имеет значения. Здесь еще говорят, что age is just a number. Возраст это только цифра. По-разному бывает. Бывает и в 30 лет человек выглядит, человек чувствует себя стариком. А бывает и в 70 человек молод душой. Друзья, я, к сожалению, не уложилась. У меня по техническим причинам не загружается такое длинное видео. Поэтому мне пришлось его разбить на две части. Первая часть у нас закончилась. И вторая часть я постараюсь сделать ее для вас как можно быстрее. Поэтому, друзья, увидимся вскоре. Расскажу все, что обещала во второй части этого видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok